Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Она пережила всю блокаду. В гости к Вере Александриной пришли глава республики Рашид Тимрецов и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв. Вручили ей памятный знак. Нужен концептуальный план развития курорта Донбай со всеми необходимыми составляющими. Об этом на совещании в знаменитом посёлке говорил полпредпрезидент Александр Мотовников. На 24-й конференции Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» делегаты избрали секретаря и президиум политсовета партии. Жители аула Козлтога теперь в свободное время могут заниматься физической культурой и спортом в новом спортзале. Глава Карачаево-Черкеси Рашид Тимрезов провёл сегодня совещание с членами правительства республики. Обсудили ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития региона. Глава поручил оперативно завершить работу над формированием плана мероприятий в рамках года села. Мероприятия должны пройти эффективно с участием органов власти, подведомственными организациями и учреждениями, а также самих жителей населённых пунктов. Кроме того, рассмотрели вопросы, прозвучавшие в ходе совещания, которое провёл полпред Александр Матовников по комплексному развитию Домбая, к которому мы вернёмся чуть позже. Накануне Россия вспоминала памятную дату – день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятия «Память о защитниках и жителей Ленинграда» прошли на Пискарёвском кладбище. Члены постоянного представительства Карачаево-Черкеси в Санкт-Петербурге совместно с Национальной культурной автономией карачаевцев и волкарцев Эльбруссоид на Неве, Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом, НАРТ и другими общественными организациями Санкт-Петербурга и просто уроженцы Карачаева-Черкесии, проживающие в городе Наневе, приняли участие в торжественных травморных мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище. Участники церемонии возложили цветы и венки к мемориальной плите защитникам Ленинграда, уроженцам нашей республики. Напомним, плита была установлена в 2018 году при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, защитника блокадного Ленинграда, уроженцам Карачаева-Черкесии. Она заняла достойное место на аллее памяти, где разные страны и российские регионы вековечили имена своих героев. И теперь каждый житель нашей республики может прийти и почтить память земляков. Жители Карачаева-Черкесии доблестно сражались на всех фронтах Великой Отечественной, мужество освобождая родину от фашистских захватчиков, внесли огромный вклад в общую победу. В страшные годы войны десятки тысяч воинов со всей страны, в том числе и из Карачаева-Черкесии, защищали небо Ленинграда от бомбардировок, дорогу жизни, принимали участие в разных операциях по прорыву и снятию блокады. Сотни имен наших земляков навечно остались в летописи блокады. К 75-летию снятия блокады в Карачаево-Черкесии поздравили жители, переживших ее. В гостях у Веры Андреевны Александриной побывали министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава республики Рашид Тимрезов и наша съемочная группа Алла Динаева подробнее. Вера Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я рад вас видеть. Цветочки. Здравствуйте. Тимрезов, глава Карачаева-Черкесии. Сергей Викторович, министр правительства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Здравствуйте, Вера Андреевна. В добром здравии высоких гостей встречает представитель героического поколения Вера Андреевна Александрина, в детстве пережившая блокаду. Я человек счастливый, и если я что-то задумаю, у меня всегда сбывается. И вот еще одна моя мечта исполнилась, радуясь гостям, говорит Вера Андреевна. От имени правительства Санкт-Петербурга памятный знак. В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручили Вере Александриной. Спасибо. А вот удостоверение к нему. Бабушка очень обрадовалась гостинцам и подарочному продуктовому набору из Санкт-Петербурга. Я раньше любила цветы и книги, а сейчас подводит зрение, и я люблю цветы и духи, сказала Вера Андреевна. И когда об этом узнали гости, устроили бабушке сюрприз. В теплой обстановке за чашкой чая гости продолжили общение. Вера Андреевна рассказала о своей удивительной и очень непростой судьбе. Когда началась война, дедушка с бабушкой сказали, что все будем жить у Полины. Это у нас, потому что была большая квартира, вспоминает жительница блокадного Ленинграда. Папа был ценный работник, он ремонтировал пароходы и финскую войну, у него была бронь. Мы сидели за завтраком и по радио объявили о начале войны, и папа сразу куда-то ушел, вспоминает она. Видать, попросился на фронт, потому что пришел с документом и говорит маме, ты собери по этим документам мне вот этот рюкзак. Я говорю, папа, ты куда? Он говорит, на фронт. Я говорю, почему? Он говорит, чтобы быстрая война окончилась. Я говорю, ааа. И вот он ушел на фронт. И в 42-м году погиб под Ленинградом. Это было около Кронштадта, в этой стороне. Во время блокады мы по очереди ходили за хлебом, который выдавали по карточкам. Мне тогда было 9 лет, и как-то я пошла за хлебом, и проходящий мимо мальчик вырвал у меня карточки. Но вдруг откуда-то появился один военный. Он догнал мальчика и вернул мне карточки, вспоминает она. Я так испугалась и военному говорю. Я говорю, если бы вы мне не вернули карточку, у меня там 16 человек ждут хлеба. Как бы я стала. И когда в следующий раз все ходили, я говорю, я никогда больше не пойду. Так испугались. Я хочу. Мне было так плохо, я так трясло все. Но это был не весь ужас, который пришлось испытать этой девочке. Ее мама была поваром в детском саду и умерла от голода в самом начале блокады. Вера Андреевна так и не смогла ее найти и похоронить. И с тех пор она не ест за праздничным столом и в ее доме никогда не выбрасывают хлеб. В 1967 году по совету друзей семья Александриных переехала в Черкесск. И ни разу об этом мы не пожалели, говорит Вера Андреевна. А с гостями они договорились встретиться еще раз. Еще раз поздравляю, очень рад вас видеть. И как договорились, через три года на 90-летие. Алла Динаева, Алиба Астанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Очень часто. Полпредпрезидент России ВСКФО Александр Матовников провел в Донбай совещание по вопросу комплексного развития туристско-рекреационного комплекса. В ходе встречи он определил ключевые направления развития курорта. О текущем социально-экономическом развитии поселка Донбай доложил мэр Карачаевского городского округа Олег Динаев. Он отметил стабильный рост туристического потока на курорты республики. Министр туризма, курортов и молодежной политики Анзор Иркенов проинформировал участников совещания о перспективах развития туристско-рекреационного комплекса Донбай и реализующихся здесь инвест-проектов. Участники совещания говорили также о текущем состоянии и перспективах дальнейшего расширения инженерных коммуникаций. Поднимались также вопросы обеспечения безопасности на курорте. Полпред Александр Матовников, подводя итоги совещания, отметил, что необходимо представить концептуальный план развития курорта Донбай со всеми необходимыми составляющими. Все мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас Кавказ отличается тем, что туристический поток резко у нас возрастает. Это мы прочувствовали на Архизе, это мы прочувствовали в Крыльбрусе, это мы чувствуем и в Донбайе, естественно. Поэтому стоять на месте мы не имеем права, нам нужно двигаться дальше, нам нужно развиваться, нам нужно повышать уровень культуры обслуживания, повышать инфраструктуру, устранять возможные очереди, ну и так далее. Очень много нюансов, которые необходимы. Но прежде всего, конечно, еще мы должны иметь сам по себе населенный пункт современного типа. Между тем, МЧС предупреждает, в горах Карачао-Черкесии лавина опасная. И давайте узнаем прогноз погоды на завтра от наших синоптиков. Садово-огородный центр «Сембат» предлагает большой ассортимент семян овощей и цветов, средства защиты растений, семена газонных трав, луковицы цветов. Ждем вас по адресу Черкесск, улица Балахонова, 70. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой мокрый снег, утром туман, днем без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, минус 3, а днем 4,9 выше нуля. А в горах ночью до 8 градусов мороза, а днем минус 1, плюс 4. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0, минус 2, а днем 7,9 градусов тепла. Сеть ортопедических салонов «Холодовое здоровье» теперь и в Черкесске. Средства реабилитации, компрессионный трикотаж, ортопедические стельки, изделия для будущих мам и малышей, медицинская техника и многое другое. ТЦ «Панорама», первый этаж. Это «Вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Сегодня в Черкесске прошла 24-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты избрали секретаря и президиум регионального полицовета партии. Подробности в материале Шерифат Лепшоковой. Одним из основных вопросов конференции стало досрочное прекращение полномочий секретаря регионального отделения партии и его новое избрание. Эта необходимость возникла в связи с расширением полномочий президиума регионального полицовета, который теперь наделен статусом основного коллегионального руководящего органа. Раньше таковым в партии являлся полицовет. На конференции секретарь регионального отделения партии, спикер парламента Александр Иванов выступил с докладом, на котором подвел итоги работы и поставил задачи на предстоящее время. Поблагодарив делегатов за участие в общественно-политической жизни республики и преданность общему делу, он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что авторитет партии – это не лозунги, а реальные дела, постоянное внимание к людям в решении их проблем. Спикер отметил, что руководство республики и депутатский корпус «Единой России» уделяют максимум внимания тем вопросам, которые формируют качество жизни людей. Все мы свидетели позитивных перемен, которые происходят в Карачаево-Черкесии, развитие инфраструктуры, производства, строительства новых школ, детских садов, медицинских учреждений, поступления нового современного профессионального оборудования, строительства и оснащения сельских домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок, ремонт дорог, жилов, фондов, коммунальные инфраструктуры, пополнение автопарков, образовательных и медицинских учреждений. Все это результат большой работы, в том числе и в рамках реализации партийных проектов. Александр Иванов напомнил собравшимся, что предстоит большая работа в рамках избирательной кампании 2019. Так, региональному отделению партии предстоит провести процедуру предварительного голосования. И в подготовке, и в проведении избирательной кампании наша ключевая задача – достойно пройти выборы, сказал Александр Иванов. В завершении доклада спикера 246 делегатов приступили к тайному голосованию. На должность секретаря партии претендовали два кандидата – Александр Иванов и Алексей Ганшин. Спикер парламента был переизбран на эту должность большинством голосов. За Александра Иванова проголосовали 185 человек. Он будет руководить Карачаево-Черкесским отделением партии в ближайшие пять лет. Уверен, что с той поддержкой населения, которое есть в Карачаево-Черкесии, мы оправдаем доверие наших граждан. И выражаю надежду, что наши люди оценят сделанное за последние годы партия «Единая Россия» в области и социальной политики, и строительства инфраструктуры, и теми шагами, которые мы делали для улучшения качества жизни наших избирателей. В ходе конференции делегаты также избирали региональный полицовет и его президиум. В него вошли 10 человек. Список возглавил глава республики. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия. Заниматься гимнастикой и другими подвижными играми в хороших условиях такая возможность появилась у юных жителей одного из самых отдаленных населенных пунктов Ногайского района, аула Козлтогай. Этого события жители ждали много лет. Капитальный ремонт спортивного зала Министерства образования республики провело в рамках федеральной программы создания условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях для занятий физической культурой и спортом. Бывший ученик Ренат Кумратов приобрел теннисный стол, рассказывает Валерий Мижев, который преподает в этой школе. Также по благодарности он выразил и многим аучанам, оказавшим помощь во время строительства и сейчас. Теперь дети все свободное время проводят в спортзале, а для занятий физической культурой и спортом в летнее время созданы комфортные условия и во дворе школы. Таким был понедельник Карачаева-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Другие». Приятного просмотра и ждите вестей. Продолжение следует... Продолжение следует...